Всем привет! С вами Анарен и Белый Волк, да. Привет! Мы приехали в лес, ну вообще мы приехали в лес за мухоморами, а там походу что найдем. И нашли тут сразу первая наша дичь, это опята. Опята находятся под эвкалиптами, сейчас я вам это все покажу. Вот такие вот здесь эвкалипты, красивые, ну вместе с соснами конечно. И вот наш первый улов. Красавцы! Сегодня ветер такой сильный. Я надеюсь меня будет хорошо слышно. Туда еще вытащить. Не так-то просто. Ну их там маленьких сколько. Вот такие бывают еще более красноватого оттенка. Ярко такие. Красноватого? Оранжевые. Угу, видите. Более желтые. Еще один раз его. Неправильно. Вот. Вот. Лесные опятки. Лесные опятки. Класс. Все грибы идеальные. Чуть-чуть полоснуло и все. И порядок. Ни песка тебе ничего. Улитки уже покушали. Улитки? А? Олберг. Ну ладно, что делать. Все. Почем есть. Идем дальше. А вот. Теперь пошли белые грибы. Тоже в эскалипсах растит. Да, тоже в эскалипсах растит. Да, тоже в эскалипсах растит. Небольшие здесь пока. Ну здесь есть и большие. Ну просто. Чуки, кстати, очень вкусные. Очень вкусные. Ну дождей как бы пока нет. Обещает. Из местных боровиков. И те самые. Из тех, которые собирали. Да. И вон пошел. Какой красивый. И вот еще маленький. И слева отсюда. Ага. Вот. И вон там. Немножко червее. И ай, вот да. Нормально. Сейчас наберем. Дальше. Вон там целый ряд. О. И вон там еще. Красота. Подлоги смотришь. Ага. Нормально. Оп. Маскировка. Друг чекиста. Ха-ха. И под пеньком. Да. Нормально так. Будем брать. Ха-ха. Казань брать. Астрахань брал, да? Что ты брал? Ха-ха. Помнишь? Ха-ха. Так. Ну и что? Червивый. Не червивый? Червивый. 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 Нотечница на ощупь. Нотечница. 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 Костом конечно много. Ммм. Жалко. Побольше белить. И почище. Этот вроде поплотнее. О, этот вроде хороший. Не, не хороший. Куда перейдем. Ну есть червяки. Намлёк. Так. Прямо по курсу. Большой гриф. Вроде как белый. А что белый? Это точно белый? Боровика нету. На ножку посмотри. На ножку посмотри. По-моему это боровители. Не знаю. Ножка трухлявая. Ага. Кердык. Труха. Все равно большой. Что-то можно забрать. Крошится. Прямо даже не режется. Посадить у себя где-то. Труха. Как уже. Под дубом бросить. Интересно на перекопа нам растут. Казалось бы, говорят, нельзя там срывать. Ножку надо ножом срезать. Типа там повреждаешь эту грибницу. А тут вон, поперепахали тракторами и ничего. Нашли обратно. Посадил, да? Грибница все равно растаскивает ее тракторами по всему лесу. И ничего ей не случается. Пока что мухомуров не обнаружили. Срочно нам нужен дождик. Рыжик. Рыжик. Эт старый рыжик. Ну что он не старенький. Ну а есть такие колючки караулы. Рыжик не рыжий. Не рыжий рыжик. Побелел. Цвет поменял. И песка куча. Так песок кто-нибудь страшного. Вот серединка только рыжеватая. Рыжик. Выгорел, да. Чуть-чуть. Ага. Староватый. Ничего. У нас там дома еще один лежит рыжик. Будет два. Ну почти не погрызенный. Нормально. Обрежем там чуличный. Как раз пожарим. Может завтра в рыжиковый лес поедем. Если погода будет. Красота. Ну покрути на камеру. Хе-хе-хе. Чем отличаются рыжики от таких подобных? Как определить, что это рыжик? Ну этот уже старенький. Суховатый. Тут не проступает молочко. Оранжевые капельки проступают у его молодых. Ну вон у тебя пальцы. Пальцы красились, да. Угу. Потому что есть похожие. Практически одинаковые. По цвету снаружи. Срезаешь там белое молочко. А то не рыжик, да? То не рыжик. А тот съедобный, который белое молочко? Не знаю. Я их не пробовал. По идее говорят они горькие. Может на засолку и давятся. Не знаю. Это рыжик. Сразу видно. Срезал. И пластинки тоже чуть-чуть. Если нажму сразу оранжевые поступают. А на них делаем. И все нормально по кончику. Скромненько. Скромненько, да. Ничего. Послезавтра дожди пойдут. Вырастут еще. И тут мы набрели на рыжиков. Вот такие вот рыжики. Классные. И сейчас мы их заберем. О! Какие отличные рыжики. Правда в песке все. Вообще класс. Так. Несем рыжик. К рыжикам. Ну и короче. Так они развлекались полдня. Хе-хе. Хочу вам показать просто лес. Здесь эвкалипты, сосны, дубы. Здесь конечно все перекупано. Такая у них защита от пожара своеобразная, потому что летом всегда жарко, дождей практически нет летом, и поэтому они перекапывают, чтобы ничего не загорелось. Кажется, волк что-то нашел и молчит. Ну ладно, сейчас подойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, наконец-то, мы нашли то, зачем пришли. Вот, 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 наше чудо природы. Тут, конечно, чудо одно интересное. Почему-то без точечек. Но это не важно. Эти точечки нам не нужны. Вах, вах. Ой, а там еще один. Ух ты. Хе-хе. Смотри, как интересно. Класс. Правда, он какой-то чуть-чуть замученный. Ладно. Ну вот это... Червимый. Да, вообще классный. И ножка обалденная. Я вот прямо сейчас ее съем. Ну, как обычно. Вам это показывать, да? Или как? Хе-хе-хе. Как я ем ножку? Или хватит в каждом видео жрать мухоморы? Может, там кто-то из вас в обморок падает? Хе-хе-хе. О! Мухомор. 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 Ну вот. Всем полезный продукт. Даром не пропадет. Мы, короче говоря, собираем дальше. А вам всем физкульт-привет. От меня и мухоморов. И от волка. Пока. Ой, блин. Вот это зонтики. Я уже их устала собирать. И вот там, вот там, вот там. Фух. Хе-хе-хе. Удачный день. Мой любимый волк поймал утку. Теперь у нас будет своя ручная домашняя уточка, которая будет нас любить и мы ее будем любить. И она будет нам нести яички. Хе-хе-хе. Хе-хе. Класс. Волк довольный. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Поймали утку. Дары леса. У нас таких даров еще не было. Хе-ххе. Хе-хе-хе. 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 Хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе. Хе-хе-хе. теперь теперь у нас утка стоит 3 евро корм крякша едет домой сидит спокойно все нормально она значит и никто не съест для у нее глаза как у хищника купили сейчас мы покормим как раз там опилки может разрезти там как-то все крякша ты дома ну вот как то так с вами была она и белый волк скажи пока